С 10 по 21 декабря в Нижнем Новгороде проходило первенство России по Приволжскому федеральному округу по волейболу среди парней до 14 лет. Среди 18 команд участников и салаватские ребята. Они стали чемпионами Башкортостана, поэтому по праву представляли наш город и республику на соревнованиях столь высокого уровня. Мы достаточно успешно отыграли эти соревнования, заняли второе место, выиграли 8 игр и лишь в финале мы проиграли хозяев Нижнем Новгороде. Проиграть заслуженно, они посильнее на данный момент выглядят, чем мы. Успех это очень хороший для города, для республики, потому что и пацанячая команда, именно юноши, как отдельная команда города Салавата никогда не попадала в призы в Приволжскому федеральному округу. То есть это отличное достижение. Мы в очередной раз доказываем, что в городе Салават очень хорошая волейбольная школа, что мы работаем на достижение хорошего результата. Мы так же, как и девочками, и так же и мальчиками, мы везде гремим, как именно город Салават и рекламируем себя. Если говорить про групповой этап соревнований, то нашим парням дался он легко. Встретившись на площадке с командами из Оренбурга, Нижнего Новгорода, Перми и Казани, ребята не давали соперникам спуску. Выигрывая каждую партию с разгромным счетом. Все игры прошли довольно хорошо. В третьей партии, как правило, выпускали резервистов. Тренер очень доволен результатом рукового этапа. Конечно, мы понимали, что будут команды сильные. Готовились к ним. Каждая игра прошла более-менее просто, кроме игры с Казанью. Казань была сильнее, чем остальные команды. Ну и с ними пришлось побороться. Во время финальных игр, куда Салават вошел вместе с командой и сбором первого состава Нижнего Новгорода, Ижевска, Новокуйбышевска и Казани, наши волейболисты также проявили все свои умения и ловко обыграли соперников. С трудностями столкнулись лишь в финальной игре. За первое и второе место с хозяевами площадки. Да, было тяжело, потому что там скидывали, накатывали. Бывало не принимали. Бывало улетало в бок. Сложно было подачу принимать. Игра была... должна быть зашлаченной, но у нас что-то пошло не по плану. Ничего не получалось. Ни подача, ни прием. Не было сыгранности. Команда Нижнего Новгорода была сыгранней, сильней, ну и вообще техничный нас. У нас шесть человек, как у них один. Поэтому нам за четыре месяца надо подготовиться, подготовиться и выйти против этой команды и победить ее. Итог десяти дней соревнований – второе место и выход в полуфинал, который состоится в апреле месяце. Отдельную благодарность тренер команды выражает родителям спортсменов, которые поддержали и профинансировали поездку. Светлана Харитова, Иван Татауров, телекомпания Салават.